Каждый день мы видим сюжеты о том, что земля умирает, загрязняются водоемы, вырубаются леса, истребляются целые виды рыб и животных, появляются новые виды вирусов и все болезни молодеют. Мы дышим воздухом, вдыхая миллионы вирусов и аллергенов. Мы покупаем еду, которая не портится месяцами, едим овощи и фрукты, которые выросли не на земле, или с использованием более 300 видов химических удобрений. Срок годности продуктов все время увеличивается, а срок здоровой жизни сокращается. Нас уже не пугают ГМО. Мы ежедневно используем бытовую химию и даем ее своим детям. Лекарства дорожают, мы не становимся моложе, мы живем в постоянном стрессе, думая о том, что же будет завтра. Мы заедаем или запиваем проблемой радости, мы курим, зная, что капля никотина убивает лошадь. Это способствует закислению нашего организма, разрушает нашу иммунную систему и может привести к онкологическим и другим опасным заболеваниям. Каждый из нас в зависимости от возраста состоит на 60-80% из воды. Вода – это колыбель цивилизации, в которой зародилась жизнь. Без воды жизнь на земле не была бы возможна. Задумывались ли вы, какая вода течет из вашего крана? Откуда она поступает в ваш дом? Из реки? Сколько раз эту воду употребляли до вас другие люди, живущие выше по течению? Сколько раз она использовалась и возвращалась через канализацию очистные сооружения назад в реку? Сколько десятков километров ржавых трупп она прошла? Какой информацией, зарядом и PH – кислотно-щелочным балансом – она обладает? Вы все еще уверены, что такая вода может принести пользу? Что вы пьете каждый день? Делали ли вы подробный анализ воды? Как ваша водопроводная или купленная в магазине бутылированная вода из неизвестного источника влияет на ваш организм? И как сказывается ежедневное употребление такой воды на вашем здоровье? У вас дорогая система очистки воды, которая очищает воду от всего? И что тогда вы пьете? Вода – основной источник энергии клеток и их связывающий материал. Она ничем не заменима, она расщепляет и растворяет попадающие в организм пищевые вещества, разносит их и кислород по всему организму. Именно вода придает энергию пище, и частицы пищи приобретают способность передать энергию организму в процессе пищеварения. Также вода собирает и удаляет из организма ненужные отходы, шлаки и токсины, таким образом очищая организм. Вода согласовывает все жизненно необходимые функции мозга и тела. Поэтому жизненно важно употреблять ежедневно чистую, живую, энергетически правильно заряженную воду. Даже если у вас дома стоят фильтры для очистки воды, они не меняют два главных свойства воды. Первое – окислительно-восстановительный потенциал ОВП и щелочной показатель PH. В действительности вода содержит в себе примеси, которые невозможно отделить обычной фильтрацией. Это соли тяжелых металлов, радионуклиды, различные химические вещества, негативная информация, свободные радикалы, качественную воду. Качественная вода должна иметь минимум четыре важных свойства, таких как высокий показатель PH, который помогает нейтрализовать вредные кислоты в организме. Очень низкий окислительно-восстановительный потенциал, то есть большее количество электронов. Электроны имеют антиоксидантное действие и нейтрализуют свободные радикалы. Структура, состоящая из шести молекул, имеющая форму правильного шестиугольника. Именно такая структура близка к структуре воды в тканях нашего организма. Это увеличивает способность воды легко проникать в клетки тела и успешно усваиваться, не расходая слишком много жизненной энергии организма. Больше кислорода, который помогает регулировать кислотно-щелочной баланс. Эти четыре характеристики делают воду уникальной, полезной, идентичной воде из высокогорного источника. Ученая доктор Ашбах огласила многообещающие результаты клинических исследований, проведенных в Берлине в Клинике исследований активированных растворов и их практического применения, а воздействие щелочной воды при лечении диабета первых и вторых типов. Потребность медикаментов при лечении диабета первого типа уменьшилась на 35%, а второго типа на 70%. Постоянно уменьшалось количество глюкозы в крови при применении щелочной воды в течение первых четырех-шести недель. Оно также уменьшалось и спустя 4-5 месяцев после прекращения приема щелочной воды. Эти данные подтверждают исследования японских ученых. На левом снимке патологическое состояние ретроцитов больного диабетом второго типа. Склеивание. На правом снимке кровь того же самого человека, взятая через 14 минут после приема щелочной воды. Ретроциты уже свободно плавают в крови. Одна из существенных гарантий хорошего здоровья – кислотно-щелочной баланс организма. В современных продуктах питания преобладают увеличивающие кислотность продукты. Это мясо и мясные изделия, продукты из белой муки, кофе, алкогольные напитки, пастеризированные соки, рыба и морские продукты, булочки, сладость, яйца, кока-кола, лимонад и другие. Список щелочных продуктов гораздо скромнее. Свежие овощи и фрукты, салаты, картофель, негазированная минеральная вода и другие. Очевидно, что в каждодневном питании поддерживать кислотно-щелочной баланс непросто. Чтобы кислотные отходы не уменьшали щелочность, организм пытается их нейтрализовать и удалять с мочой, потом и выдыхаемой углекислотой. Для этого требуется с пищей и напитками получить необходимое количество щелочных минералов. Показатель pH, характеризующий щелочность крови, должен быть в довольно узких пределах – от 7,30 до 7,45 единиц. Даже незначительное отклонение от этих значений вызывает серьезные нарушения здоровья, а при увеличении кислотности крови до 6,95 pH человек теряет сознание и может умереть. Поэтому организм эти отходы старается превратить в твердые вещества и накапливать в различных местах, обычно в жировом слое, уменьшая таким образом их вредное воздействие. Ведь ожирение, лишний вес часто является следствием неудаленных кислотных отходов. При нехватке в пищи щелочных веществ, особенно кальция, организм старается нейтрализовать кислотные остатки и занимает эти вещества из костей. Так развивается остеопороз. При избытке мочевых солей в суставах начинается артрит и подагра. Если не хватает ионов кальция, около поджелудочной железы нарушается производство инсулина и может возникнуть диабет. В настоящее время весьма популярны различные препараты, регулирующие кислотность желудка. Однако частая причина кислотности – повышенная кислотность всего организма, а не только желудка. Одна из причин высокого кровяного давления та, что кислотная среда сгущает кровь и этим вызывает опасность закупорки капилляров. Кислотные остатки накапливаются и в кровеносных сосудах. Они могут закупорить капилляры, снабжающие кровью мозг. Организм такие отходы пытается приклеить к стенкам артерий. Этим затрудняется поток крови, ослабляется сердечная деятельность. Так развиваются болезни сердца – атеросклероз. При резком увеличении физической нагрузки в стрессовых ситуациях давление крови резко возрастает. При этом кровь может вытолкнуть свободно плавающие частички отходов и они могут закупорить кровеносные сосуды, снабжающие кровью мозг. Так может возникнуть реальная опасность инсульта. При употреблении щелочной воды эти частички сжижаются, натуральным путем растворяются и легко удаляются из организма через почки. Ежедневно употребляя живую или по-научному щелочную воду, которая близка по своей структуре ко внутренним жидкостям нашего организма, мы разжижаем свою кровь, состоящую на 90% из воды, тем самым нормализуем кровяное давление, очищаем организм от шлаков и токсинов на клеточном уровне и значительно усиливаем наш иммунитет. Учеными установлено, что эта вода нетоксична и не опасна ни для внешнего, ни для внутреннего употребления. Последние 30 лет мир удивляет высокие показатели здоровья жителей Японии и Южной Кореи. Этому очень способствуют применяемые современные технологии улучшения качества воды. На самом деле удивительно то, что в Японии почти каждая пятая семья каждый день пьет щелочную воду. С каждым годом это и так уже огромная масса потребителей щелочной воды увеличивается еще на 1 миллион. Щелочная или живая вода – это естественный стимулятор и антиоксидант, оживляет организм, улучшает самочувствие, стимулирует регенерацию клеток, плавно повышает кровяное давление, заживляет различные раны, язву желудка и 12-перстной кишки, регулирует количество кальция в крови, помогает лечить аденому предстательной железы. Щелочная вода помогает предупредить или излечить более 100 болезней. Также она способствует росту растений, прорастанию семян, улучшает цветение растений, оживляет увядшие цветы и овощи. Израиль, Индия, Германия, Австрия, Швейцария, США, Канаде, Болгарии, Польша, Беларуси, на Украине, в Узбекистане, Литве, Латвии и других странах. Самое удивительное в этой революции здоровье то, что ее движущей силой выступают не мощные фармацевтические компании, не медицинские учреждения, а сами люди. Помните, что от одних разговоров о здоровье еще никто не стал здоровым. Здоровье становится реальным, когда для него что-то делается. Будьте здоровы!